Патриотическое воспитание с раннего детства. Этим в Архангельске занимается региональный учебный поисковый центр. Сегодня там проходит обучение более сотни детей и подростков. О том, каким навыком обучают ребят, какие знания они получают, поговорим на 13 этаже. Меня зовут Мария Даник. Здравствуйте. А гость студии сегодня директор региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания Архангельской региональной учебной поисковой центра Елена Недзвецкая. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вот общаясь с вами по телефону перед программой, вы сказали, что у вас отмечен рост детей, которые желают заниматься таким направлением деятельности, как патриотическое воспитание, и не только. Вот с чем это связано? Ну, наверное, прежде всего с тем, что в этом году год юбилейный у нас, да, 75 лет победы. И, конечно же, мы занимаемся не только военным поиском, да, но еще различными направлениями, такими как агитбригада, огневая подготовка. Это у нас и церемониальная группа, которая занимается непосредственно, это почетные караулы, это барабанщики, это мажоретки. И, наверное, такая деятельность очень привлекает детей, поскольку она позволяет им развивать свои какие-то качества, навыки, и в творческой сфере тоже. А можете описать портрет ребенка, который приходит к вам? Наверняка ведь не все смогут заниматься таким направлением деятельности. Вы знаете, мы берем всех детей. У нас занимаются дети, начиная с 7 лет. Когда мы только образовались, у нас были детки и младше, начиная с 5 лет. Но мы поняли, что пока мы можем принять детей именно с 7 лет. Ребята приходят совершенно разные. Ну, прежде всего, это, конечно, любознательные дети, которым интересна история своей семьи, интересна история в целом. Замечательные рассказы ребята готовят о своих предках, тех, кто воевали в годы Великой Отечественной войны, проводят исследовательские работы. Ну, конечно же, это очень подвижные дети, которым все интересно. Они хотят заниматься всем. И у нас, несмотря на то, что у нас группы разные, разного возраста, но дети желают заниматься и огневой подготовкой, и строевой, и историческими играми, и собирают спил с карты. Очень любознательные дети. И хочется отметить, что у нас очень замечательный коллектив родителей, которые поддерживают все наши инициативы, которые поддерживают своих детей, за что мы им очень благодарны. То есть это, получается, не только приходят дети, а совместная деятельность и с родителями в том числе? Да. Основная задача нашего центра – это, конечно же, семейное воспитание. Потому что мы все помним 90-е годы, когда школа у нас только учила, воспитательный процесс был как-то за бортом. И, конечно же, наша задача – это объединить семью вокруг патриотического воспитания. У нас уже есть такие династии, так скажем, когда старшие дети уже практически выпускники школы, средние дети занимаются у нас в военно-поисковой группе, а малыши занимаются в детской роте бессмертного полка. Почему вы для себя выбрали такое направление деятельности по жизни? Ведь вы поисковик, очень известный поисковик, не только в Архангельской области, но и за ее пределами. Что двигало вами, когда вы выбирали для себя такую работу? Ну, вообще, вы знаете, в следующем году мой поисковый отряд отметит такую большую уже дату. Нам будет 30 лет. Изначально я набирала именно подростков, школьников в свой отряд. Мы выезжали в поисковую экспедицию. Дальше, когда я пришла работать в 50-ю школу, там был создан военно-поисковый центр память. Он был городской, куда приезжали ребята со всего нашего города, Архангельска. Но в дальнейшем перешла работать в центр патриот и, соответственно, продолжила именно поисковую деятельность. Ну и, наверное, сейчас настало такое время, когда нужно возвратиться, вернуться к истокам, к тому, с чего я начинала. Эта деятельность действительно мне очень нравится. Когда ты видишь глаза детей, которым интересно то, чем ты занимаешься, то, чем занимаются твои коллеги, это, конечно же, дорогого стоит. А кто больше, мальчики или девочки интересуется данным направлением? Вы знаете, как ни странно, девочки. Да? То есть все-таки вы тоже не случайно когда-то выбрали для себя эту работу? Наверное, да. Но я пришла в поиск, ну, можно сказать, не случайно, поскольку все мои друзья занимались поисковой деятельностью. И, как говорят, с кем поведешься, да, то есть, в принципе, выбора-то особого не было. То есть, хотелось общаться с этими людьми, соответственно, занималась той деятельностью, которой увлекались и они. Поэтому я думаю, что вот военно-патриотический такой центр, да, который у нас, оригинальный учебно-поисковый, он дает возможность ребятам проявить как-то себя. Когда ребята выезжают в поисковую экспедицию, там ведь нет ни мам, ни пап, ни бабушек, ни дедушек, которым что-то могли бы помочь, да, ребенок принимает ответственность на себя. У нас действительно очень дети быстро взрослеют. Я очень, кстати, с вами соглашусь. Вот принятие ответственности на себя – это как раз то самое, что сейчас очень, на мой взгляд, не хватает современным детям, вообще современному обществу. И это очень важное направление. Какие еще мероприятия у вас, помимо выезда на поисковые мероприятия, проходят в рамках вашего центра? Ну, наверное, самое такое глобальное и значимое мероприятие – это, конечно же, шествие бессмертного полка. Вы каждый год видите, что в первой колонии бессмертного полка вместе с нашими дорогими ветеранами идут маленькие дети в форме военного времени. Это наша детская рота бессмертного полка. В этом году у нас уже получаются три группы детской роты. Это первого года обучения, второго и уже третьего года обучения. Также мы занимаемся различными проектами. Это по уиковечению памяти погибших защитников Отечества. Это мы поддержали всероссийский проект «Дорога домой». В рамках этого проекта мы привозим останки наших защитников для захоронения на родину. И вот 27 сентября уже совсем скоро группа регионального учебно-поискового центра вместе с родственниками отправится в Ленинградскую область с останками двух бойцов, которые будут захоронены в последующем у нас в области. А найдены кем были? Найдены были нашими коллегами-поисковиками из Санкт-Петербурга. Ну и сейчас у нас такой большой, грандиозный новый проект, который называется «Герои земли Поморской. Они погибли за Беларусь». Когда мы готовили книгу памяти, Архангельскую область начали готовить, мы поняли, что очень большое количество людей в этой книге памяти, данные о них не совпадают с тем, что написано, да, и что есть на самом деле. Начали выяснять. В позапрошлом году у нас состоялся такой большой автопробег Архангельск-Брест, посвященный был началу войны. И все знаем, что в следующем году будет большая, крупная, так скажем, юбилейная такая дата, 80 лет начала войны. И вот как раз мы решили, что посмотреть, а сколько же все-таки уроженцев и призывников Архангельской области погибло на территории Республики Беларусь. Выяснилось, что более 2,5 тысяч. Огромное количество, да, это только по архивным данным. Мы думаем, что, скорее всего, эта цифра увеличится в ходе реализации этого проекта. На территории Республики Беларусь также есть погибшие наши герои Советского Союза с Архангельской области, памяти которых мы должны увековечить. Большой отклик этот проект получил от родственников солдат. Они к нам обращаются, присылают фотографии, присылают письма, какие-то свои воспоминания. В дальнейшем этот проект будет в виде электронной книги памяти, которая будет распространена во всех районах нашей области. А как вообще у вас выстраивается взаимодействие с вашими коллегами из других регионов? Вот Санкт-Петербург, Беларусь, Республика. А с кем еще сотрудничаете? Ну, сотрудничаем со всеми поисковыми объединениями нашей страны. Это в более 80 субъектах Российской Федерации. Конечно же, помогаем в розыске родственников. Это чаще всего такие запросы приходят, что помогите найти в том или ином месте Архангельской области родственников того или иного солдата. Сегодня, кстати, нам снова пришел запрос. И мы тоже будем начинать поиск. Встречаемся в поисковых экспедициях, куда выезжают наши ребята. Это в основном Республика Карелия, Ленинградская область. Наши ребята выезжали в Калмыкию, выезжали в Республику Крым. То есть территория, так скажем, обширная для поисковых экспедиций. Есть какие-то традиционные места, куда уже ребята наши выезжают десятилетиями. Есть новые места, допустим, как Крым, Калмыкия, Орловская область, где воевали в том числе и наши земляки. Чтобы отправиться в экспедицию, нужно, наверное, обладать какими-то определенными навыками и умениями. Как ребята получают эти навыки в рамках работы вашего центра? Все дети у нас делятся на группы. У нас есть группа, вот самые маленькие, это волонтеры детской роты и бессмертного полка. У них своя программа, по которой они занимаются. Есть военно-поисковая группа, это дети с 5 по 7 класс, которые занимаются тоже по своей программе. Мы готовим их как раз к поисковой деятельности. Есть группа уже поисковая, это старшие дети, начиная с 8 класса, и там 10-11 студенты. Ребята занимаются по таким направлениям деятельности, как военная археология, история, медицинская подготовка, туристическая подготовка, техника безопасности, много-много еще сопутствующих предметов. По военной археологии дети сдают зачеты. И только после того, как ребенок сдал зачет, он может поехать в поисковую экспедицию. Программа доступная для детей, но в то же время она обширная. На протяжении всех лет обучения дети получают определенные знания и умения, и навыки, как теоретические, так и практические. Понятно, что у нас здесь, в Архангельской области, много практики мы не можем дать детям. Но теорию мы даем в полном объеме. И уже когда ребята приезжают в свою первую учебно-тренировочную экспедицию, а у нас дети проходят через учебно-тренировочную экспедицию, там уже, конечно же, больше практики. То есть то, что они получили, какие получили знания и умения, они уже реализуют на деле. А набор у вас как происходит? Как традиционно летом, чтобы начинать в сентябре или круглогодичный? В принципе, мы не отказываем никому, даже тем, кто пришел у нас в январе заниматься. Понятно, что там программка немножко упущена, но стараемся ребенку дать то, что он пропустил как-то дополнительными занятиями, где-то что-то почитать, где-то что-то поучаствовать. Традиционно у нас начинается набор с середины августа и заканчивается первым октября. Вот любой проект, он всегда имеет какую-то конечную цель, конечный результат. Что вы видите вот таким результатом реализации данного проекта, которым вы занимаетесь, и вкладываете туда всю свою душу, потому что сейчас, общаясь с вами, ты понимаешь, что абсолютно неравнодушный человек? Ну, во-первых, у нас в нашем центре есть система роста каждого ребенка. То есть сначала приходят к нам малышки, которые еще ничего не умеют, в итоге они переходят из группы в группу, первого, второго, третьего года обучения. Это же надо еще так заинтересовать, чтобы он не ушел и продолжил, да, получать? Ну, да. У нас работают замечательные педагоги, хочу сказать, что все работают на добровольных началах, то есть мы не получаем заработную плату какую-то. То есть это энтузиасты своего дела. Мало того, мы проводим мероприятия такие семейные, большие, да, в которых может поучаствовать вся семья, да, и, соответственно, и родитель заинтересован в том, чтобы его ребенок занимался. Ну и, конечно же, для самого ребенка, значит, есть система роста, при которой он, занимаясь в нашем центре, получает различные звания. Может получить звание младший инструктор поисковой группы, инструктор поисковой группы, педагог поисковой группы. То есть система роста есть. И ребенку, конечно же, интересно добиться что-то. Ну, дети по своей натуре очень азартны, да, так скажем. Им интересно занимать какие-то места, да, как-то двигаться вперед. Вот, и поэтому у нас разработана такая система. И действительно дети гордятся тем, когда им в торжественной обстановке при родителях, при ветеранах, при друзьях вручают нашивку на форму, где написано там младший инструктор или инструктор. Конечно же, они нам помогают в дальнейшем вести занятия у малышей. И уже малыши их воспринимают как взрослых, на которых нужно равняться. И для ребенка это тоже очень важно, быть успешным, значимым. Вот, общаясь тоже с большим количеством родителей, детей, замечая, что очень утрачивается у нас история. Многие дети не знают историю своей семьи, своего рода, подвига тех дедов, прадедов, да, вот если говорить про военный период. На ваш взгляд, почему так происходит? Ну, прежде всего, вы, наверное, сами знаете, что наши деды, прадеды не очень-то любили говорить о войне, да. Вот в моей семье тоже были фронтовики, и, слава богу, вот дед по материнской линии вернулся домой, правда, в 46-м, да, не в 45-м, в 46-м, но, тем не менее, прошел войну, был тяжело ранен. И я вот, честно говоря, не помню, чтобы он рассказывал как-то о войне, да, где-то урывками узнавали у родственников уже после его смерти. И, наверное, вот это вот утрачено на связь с предыдущими еще поколениями, да. Мы, по сути-то, мы, Ивана, не помнящие родства, да, и мало знаем историю. И, конечно же, сейчас, может быть, в какой-то мере детям проще. Открыты архивы, есть доступ, да, к архивным данным того же Министерства обороны, и ребенок может, зайдя в интернет, посмотреть эту базу данных, поискать своего родственника. Это, опять же, процесс такой, да, исследовательский, который, в принципе, затрагивает ребенка. Ну и, конечно же, в первую очередь, это семья. Если в семье как-то хранится эта память, да, родители стараются что-то узнать, то, конечно же, это передается и ребенку. Ребенку интересно, да, если мама с папой садятся и рассказывают что-то интересное не только там в период 9-10 мая, да, или 23 февраля, но и вообще по жизни, да, то, конечно же, ребенок будет заинтересован. Поэтому память все равно, она идет семье. Мы только помогаем реализовать, да, это направление воспитательной системы. А много новых страниц открываете вы благодаря вашей поисковой деятельности? Да, конечно же, поиск, он сам по себе предполагает, да, открытие каких-то неизвестных страниц нашей истории. Это и на полях сражений, когда наши ребята выезжают в поисковые экспедиции, это и исследовательская деятельность в архивах, да, с документами, с запросами родственников, а запросов в настоящий момент очень много, да, и если раньше искали там жены, да, матери, то сейчас уже ищут внуки, правнуки. И поэтому мы пытаемся научить наших ребят работать с людьми, то есть помогать людям в социально значимой такой деятельности, как поиск сведений, поиск боевого пути того или иного родственника. Поэтому, понимаете, детям нужно знать, что то дело, которое они делают, это значимо. Значимо не только для них, не только для мам и пап, не только для нас, как для педагогов, но значимо для посторонних людей, значимо для страны. Я более чем уверена, что той работой, которую вы проводите, вы всё-таки доказываете правильность ваших слов о том, что вклад, который делают дети, он весомый. Я с вами полностью соглашусь, и вы меня очень заинтересовали, я даже хочу к вам напроситься в клуб, если вы не откажете. Мы принимаем всех, у нас 7+, и до бесконечности. Я вас благодарю, Елена. Напомню, что это была программа «13 этаж», и гость студии сегодня директора региональной общественной организации гражданско-патриотического воспитания «Архангельский региональный учебный поисковый центр» Елена Недзвецкая. Спасибо.